Если бы я попала на Луну или на необитаемый остров, и меня бы спросили, какие три продукта я хочу взять с собой, я бы сказала, хлеб, оливковое масло и обязательно вино. Вино тосканское. Тоскана такая разная. Есть морская зона, Тоскана-Марема. Это там, где производят вино, которое очень похоже по вкусу на Бордо. Супер тосканские вина, они великие, но они такие вот важные. А есть простое вино, вот такие виноградники, которые каждое хозяйство, буквально каждый крестьянин производит свое вино. Но едешь по дороге, и написано «Вино с фузо», вино в разлив. Причем бывают просто совершенные шедевры. И мы сегодня, нам ужасно повезло, осень, и сейчас такой сезон красивый. Мы едем в огромное костелло, хозяйство, где производят самые разные вины. Мы будем их смотреть, дегустировать, видеть бочки. До всего этого можно дотронуться. А потом у нас будет такой ужин в роскошном замке с расписными стенами. Обслушивать нас будут просто как королей. Повезло невероятно. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Окей, allora, oggi facciamo... Бентурната. Бентурната, си, бентурната, бентурната, бентурнати. Мы будем делать лазанью, для которой мы вчера объем фату и рагу ель. Которую мы сделали вчера с рагу. И шоколадный десерт. Итак, тесто для лазанки. Сусыпаем килограмм муки в комбайн, добавляем 20 грамм оливкового масла, 10 яиц и вымешиваем все с помощью насадки для теста. Вот такой вот крюк. Без соли. Чтобы не впитывало масло оливковое, добавим 20 грамм. Чтобы не впитывало слишком сильно жидкость, поэтому добавляем соль. Обращаем внимание на то, сухой воздух или нет. Может быть понадобится еще одно яйцо, может быть нет. Сейчас будем смотреть по консистенции пасты. Затем формируем из теста шар, заворачиваем в пленку и отправляем на час в холодильник. Значит, для лазанни нам нужна паста, которую мы уже сделали, рагу, которую мы сделали вчера, бешамель, которую будем делать сейчас, немножко моцарелла, немножко пармезана. Делаем соус бешамель. Растапливаем в кастрюле 200 грамм масла, взвешиваем 200 грамм муки, а к муке добавляем соль и мускатный орех. Это необходимо. А как это бешамель без мускатного ореха? Не бывает. Как только масло растопилось, вводим муку. Ру называется ру. Вы знаете, там масло с мукой называется ру. Все время, мешая активно деревянной ложкой, держим на огне примерно одну минуту. Добавляем горячее молоко и, продолжая помешивать, доводим соус до кипения. Горячее молоко, оно считает, что это одно из главных условий того, чтобы этот соус получился, потому что вот он уже практически, мы только вмешали в молоко, а соус уже густой, уже практически готов. Вот и все так просто, до первых пузырьков. Для нашей фантастической блазани мы практически готовы. Мы будем использовать то рогу, которое мы же вчера и приготовили в ресторане у Сюзаны. Напоминаю, мы нарезали небольшими кусочками морковь, сельдерей и лук, и все обжарили в большом количестве оливкового масла. В отдельной сковороде обжарили два вида фарша. Соединили овощи и мясо, добавили вино, очищенные томаты, томатную пасту, разведенную водой, посолили, поперчили и на медленном огне оставили томиться наше рагу около трех часов. Вчерашний фарш. Рагу. Теперь возвращаемся к тесту. Раскатываем его в пласты. Паста, тесто не должно быть слишком тонкое. Никак на равиоле. Так как паста у нас свежая, мы не отвариваем наши раскатанные пласты, а просто окунаем их на пару секунд в кипящую подсоленную воду. И вот тесто для лазани готово. Очень просто. Форму для выпечки слоями выкладываем рагу. Смешиваем его с бешанелем. Пласты теста, моцареллу и натертый пармезан. Сделать нужно 3-4 слоя минимум. Пока тесто не складывайте сверху, сейчас пармезану и моцареллу сверху на мясо. Это моцарелла такая, которая специально для пиццы приготовлена, чтобы с ней готовить. Это не моцарелла де буффало, это моцарелла, с которой готовят. Когда внутри моцарелла, вот та, которую внутрь мы положили, она даст сочность, а сверху она этого не дает, поэтому по чуть-чуть совсем. Выпекаем лазанью в духовке, разогретой до 170 градусов, минимум 40 минут. А пока занимаемся шоколадным десертом. Но десерт у нас замечательный фондан. Чем шоколад более горький, тем лучше у нас получится пирожное. Нам понадобится 500 грамм горького шоколада, 120 грамм сливочного масла, 10 яиц и 100 грамм сахара. Пока шоколад растапливается, отделяем желтки от белков. Нам понадобится 10 яиц. Я всегда была уверена, что с белки для того, чтобы они взбились, не должно попасть ни грамма желтка. Но когда это произошло у нас, Сюзанна просто не обратила на это внимание. Нет, нет проблем, нет проблем, нет проблем. Но, какие-то это для меня сейчас будет самое большое открытие в моей жизни. Монта. Не думаю. Это не миракул, я буду видеть. 120 грамм желтков нам нужно. Я просто, я все равно. Я Фома неверующая абсолютно. Я готова стать скульптурой Родена. Как же это взобьется? Каким образом? Почему? Пойми, давай-давай. Она добавила сахар. Вот эти 120 грамм сахара, 140, 140 грамм сахара в шоколад, не в яйца. Почти готово, мама дорогая. И так добавляем в растопленный шоколад желтки, вымешиваем, затем добавляем шоколадно-яичную массу в белки. Все осторожно перемешиваем, раскладываем по формам и выпекаем 10 минут при температуре 200 градусов. Так как температура высокая, корочка быстренько схватывается и внутри остается мягкая. А если поставить на 180, то он будет готовиться дольше, корочка будет дольше сформироваться и внутри будет тоже проготавливаться. Здравствуйте. Мы попали в правильное место. Так, сливочек еще. Сегодня это было какое-то сумасшествие на кухне. Во-первых, Сюзанна мне показала, что можно, оказывается, взбивать белки, когда в них попадает желток. И вот, я не знаю, мне кажется, что вот эти маленькие вещи, радости, они делают не только нас более, вот меня лично, я про себя хочу сказать, не только более умелым поваром. Сейчас, проведя вот эти несколько дней Сюзанны, сегодня 4-й день, я вдруг начинаю понимать, что я вообще ничего не боюсь, что я готовить могу все, что угодно, что у меня получается самая настоящая итальянская еда. И я уже могу экспериментировать и импровизировать и делать какие-то вещи новые. Более того, если какая-то ошибка случается, оказывается, все это не то, что даже исправляется, а можно даже не обращать на это внимания, и все равно все получится. Мне кажется, вот это чувство уверенности в себе, это вообще один из самых главных законов успеха и на кухне, да и вообще, наверное, в жизни, правда? А сейчас я еду смотреть, как производится вино. Мы едем в одно из самых интересных винных хозяйств, называется Костелло де Банфи, а вино это Брюнелло де Монтальчино. Сам город Монтальчино – это чудо. Этот город знаменит тем, что там делается это вино. И этот город все знают, потом нам нужно там Сан-Танчело, там находится само это Костелло Банфи. На самом деле, производители вина, эта сорт вина – это Сан-Джовезе, Сан-Джовезе импуреце, как говорят итальянцы, то есть чистая виноград Сан-Джовезе. И производители этого вина, которые занимаются именно этим виноградом, именно этой ягодой прекрасной, их много. Но Костелло де Банфи – один из самых знаменитых. Была в одном маленьком-маленьком городке, который находится над озером Лагоди Троссимена. Лагоди Троссимена – знаменитое озеро, мы его видели из картона, когда находишься в картоне, его видно. Так вот, я была в Риме, мы жили в Риме целый месяц, и из Рима совершали набеги на Италию. И добрались до Лагоди Троссимена. Часов пять было, шесть, наверное, еще рестораны все закрыты, а нам очень захотелось поесть. И мы сели вот в такой инотеке, и нам дали, мы попросили вина, и попросили, ну, посоветуйте какого-нибудь хорошего вина. Нам дали вина, и мы взяли по куску хлеба, по куску ветчины, сыра. И когда я попробовала этот божественный нектар, уж простите за такие высокопарные слова, я поняла, что это мое любимое красное вино. С тех пор я стала мудрее, умнее, понимая, что у меня нет любимого красного вина, любимого белого вина. Я просто люблю вино, точно так же, как я просто люблю оливковое масло, просто люблю хлеб, просто люблю жизнь. И вот сегодня мы едем смотреть, как это одно из самых прекрасных вин Италии производится. Поехали с нами. Гладельческая Тоскана развивается невероятными темпами. Если еще лет 10-15 тому назад французы далеко опережали итальянцев по продажам вина, то теперь итальянцы дышат французам в затылок. Я обожаю бургундские вина. Ну попробуй только скажи итальянцам, что бургундские вины интереснее, чем итальянские. Они вас просто загрызут тогда на месте. Поэтому осторожней со сравнительными эпитетами. Ах, вот я пробовал в Бордо, или я пробовал в Бургунде, или вообще я люблю Новый Свет. Нет, нет и нет. В Тоскане пьют только тосканские вина. В Тоскане 14 так называемых винных дорог. Страда дель Вино. Туристические маршруты, каждый из которых может предложить свой набор хозяйств и винокурин, тратарей и небольших гостиниц. Это очень приятно путешествовать вот по таким дорогам. Самая знаменитая из винных дорог называется Янтияна. Но мне, честно говоря, по сердцу больше та винная Тоскана, которая располагается около Монте-Петчано и Монтальчино. Это два таких маленьких городка. Но вот там и производят знаменитые брюнелло ди Монтальчино. Это одно из самых лучших и дорогих красных вин высшего класса. Только лучшие ягоды попадают в бочки, где выдерживается брюнелло. Потому что виноград для этого вина собирается только вручную. Сначала его выдерживают в огромных бочках. А затем оно переливается в бочки поменьше из французского дуба и стали. И хранится в таких бочках 5-6 лет. И только потом бутилируется. Это вино богато тонинами. У него насыщенный вкус темный цвет. Сегодня вечером нас ждет дегустация шампанского и вот этого замечательного вина. Вина, которое носит прекрасное, такое благородное название брюнелло ди Монтальчино. Звучит, по-моему, очень аристократично. А затем ужин про свечах в старинном замке, который стоит на вершине высокого живописного холма уже тысячу лет. Открывающиеся из него панорамы на винограднике и поля, на все эти неописуемые красоты пейзажи, вызывает просто восхищение, захватывает дух. Ну вот, еще один фантастический, прекрасный день в Тоскане. Естественно, продолжение магии вина – это бутылки. На самом деле, бутылка – потрясающий объект. И когда мы заходим в винотеку, как, например, эта, в которой работает мой друг Марко. Марко, бон джорно. Бон джорно. Бон джорно. Бене, бене. Бене, бене. Бене, торнато. Грация, грация. Когда заходишь в такое пространство, и ты понимаешь, сколько интересно вокруг, сколько вина производится в Тоскане, разбегаются глаза, и все хочется попробовать. И Марко, он специалист по вину, естественно, вообще в Италии нужно дружить. Нужно дружить с людьми, которые производят оливковое масло, с людьми, которые готовят на кухне, с людьми, у которых рестораны. Потому что тогда к тебе относятся не к иностранцу, к тебе относятся как к своему человеку, при том, совершенно не важно, какой ты национальности. Поэтому дружите в Италии. Идем, Марко. Прямо у нас бикерли. Квисте джамо. Да, квисте джамо. Квисте джамо лавитта. Маквеле, у нас есть место для того, чтобы делать феста? Всегда. Всегда. Культура вина в Италии, она невероятно высокая. Вряд ли можно увидеть человека, который пьяный и, извините, меня валяется на улице. Дело в том, что все дело во вкусе. Люди пьют не для того, чтобы получить эффект и чтобы вино ударило в голову, как это часто бывает с крепкими напитками. Люди пьют для того, чтобы почувствовать вкус жизни, вкус праздника. Вот та самая кровь, которая в венах у итальянцев, которая как вино или оливковое масло, она, собственно говоря, просто чуть-чуть играет. И больше ничего. И поэтому вот бокал вина. Граци. Бокал вина с таким приятелем, который очень хорошо понимает в шампанском, в вине, в граппе. Это просто удовольствие. Салюты. 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 Сладко. Тут интересная бутылка. Бутылка была специально сделана для русского царя. Потому что они отказывались принимать бутылки из Франции, в которых есть глубокая выемка, где дно. Потому что могли бы туда спрятать бомбу. Они боялись, это был конец, начало 19-го, начало 20-го века, боялись терактов. И для них они изобрели, то есть, этой бутылке больше 100 лет. Граци. Марина. Граци. 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 Но линия прекрасная, жирная, толстая, не рвется. Это вот первый знак, даже до запаха, это линия. Если линия не рвется, а жирно остается и так стекает равномерно, это хорошее вино. Типичный цвет для Сан-Железе, то есть, это рубиновый красный цвет, довольно насыщенный. Фруктовый вкус, запах. Это типично для Сан-Железе, такие вкусы. Это те же вкусы, которые мы сначала чувствуем носом, а потом также мы их чувствуем во рту. Очень специи, прямо чувствуешь, фрукты и специи. Очень комплексно. Сложный, сложный запах. Граци перед ... Граци. Граци перед ... Аверни. Как он звучит? Аверни. 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 Приготовим ту закуску, которую готовила Сюзанна. Вот тот самый мильфой из овощей. Первым делом, как и делала Сюзанна, отправляем в духовку, которая очень-очень сильно разогрета. Это перец болгарский. Перец болгарский запекается дольше всего, поэтому мы сейчас его вот так на фольгу. Духовка у меня разогрета аж 230 градусов, чтобы он запекся быстро. Можно еще поставить его под глину. Так, и я нарезаю тонко овощи вот такими тоненькими пластиночками. Баклажан. Вещь очень простая, но очень эффектная. Мне вообще понравилось, как это выглядит, что это не просто какой-то башенкой так выложено на тарелки, а именно, что мы делаем из этого вот такие корзиночки. Вообще, наверное, вы уже начинаете понимать вместе со мной и с участниками нашего всего кулинарного вот этого вот путешествия, что тосканская еда, она в принципе очень простая. Простая и по набору ингредиентов, и в приготовлении, и даже по даче, я не могу сказать, что в то же время она очень красивая. Вот другого слова не подберешь. Просто как выглядят эти блюда, какие вот, посмотрите, эти краски, как это просто чудесно, даже смотрится на противенье, не говоря уж о том, какое получается красивое блюдо. Все, пока у меня овощи запекаются, будем готовить с вами перепелок. Перепелка такая птичка, которая либо жарится очень быстро, либо она должна жариться долго и томиться. В данном случае этот рецепт предполагает, что мы эту перепелку будем готовить быстро-быстро. Вот так мы отделяем сначала ножки, и вот остается у нас вот такая прекрасная грудка, а с ножкой мы вырезаем аккуратно, совершенно вот эту вот кость бедра. И, естественно, вот каркас, который остается от перепелки, его выбрасывать ни в коем случае нельзя. Из него прекрасный, чудесный бульон получается, на котором потом можно сделать либо ризотто, либо еще что-то. Ну вот посмотрите, на самом деле вот я после единственного урока у Сюзанны вот научилась разделывать и ножки, и грудку. Вот так она обжаривается, и вот так стоит красота, как в лучшем французском, даже не только итальянском ресторане. Не забыть про наши овощи. Посмотрим на них внимательно. Вот так, красота. Овощи наши готовы совершенно, абсолютно. Перец. О, красотища, посмотрите. Вот так его нужно и готовить, довести прямо до такого черного, практически горелого состояния. Все просто оставляю вот так вот в фольге закрытым, и все заканчиваю с моими перепелками. Так как они у меня уже были вымыты и высушены, теперь я просто перекладываю кусочки, причем отделяю. Ножки у меня отдельно, а грудки отдельно. Обжариваем мы сначала ножки, а потом добавляем грудки. Все, перепелки у меня готовы, разобраны, и мы сейчас собираем наш мельцой. Вот наш козий сыр. Сюда столовую ложку оливкового масла. Травки. Вот, как я вам уже сказала, я буду использовать тимьян. Сюзанна использовала лук, шнит-лук. Можете использовать шнит-лук, можно использовать тимьян, можно использовать мелкорубленный базилик, можно использовать кинзу, если любите. Любая травка, которая вам нравится, сюда подойдет. Солить не буду, потому что у этого сыра вкус такой приятный, слегка солоноватый. Просто его смешала. И вот, собственно говоря, все готово. Отставляем в сторону. Но и это еще не все. Что мы будем делать? Мы будем делать еще томатный соус. Томатный соус очень-очень просто готовится. Смотрите, разрезаем помидоры пополам. И вынимаем вот эту вот сердцевинку из помидора, оставляя только мякоть. Теперь из этой мякоти, которую мы вынули, вынимаем косточки и сок лишний, он нам не нужен. А саму мякоть мы сейчас быстро-быстро взобьем в блендере. Ну вот у нас получились чудесные лепесточки из помидоров для декорации на наших тарелках с мельфей. Блендер-мякоть. И с соусом все совсем просто. Просто на самом деле действительно гениально. Немного томатной пасты. Томатная паста добавляется даже не столько для вкуса, сколько для цвета. Потому что, видите, помидоры довольно бледные, а когда мы их взобьем, они становятся совсем-совсем светлые. Если вас это не пугает, то можно вообще томатную пасту и не добавлять. Чуть-чуть соли. Пол чайной ложки сахара. Помидоры сахар очень любят. Немножко перца свежемолотого. Пару столовых ложек оливкового масла. И чуть-чуть малинового уксуса. Буквально столовая ложка. Конечно, если нет малинового, можно использовать яблочный или винный уксус. Но малиновый, поверьте мне, придает тонкую ноту, но ощутимую. Очень интересно получается. Это вот я у Сюзанны научилась. Все. Чудесный, однородный соус готов. Что нам осталось сделать? Нам осталось разобрать на сегменты наш перец. Смотрите. Вот он у нас полежал. О, стал вот какой сразу мягкий, нежный. И вот теперь кожура слезает очень легко и просто. Вот, просто элементарно отходит и никаких проблем у нас с очищением перца нет. Ну, все, перец почистили. Теперь самое интересное. Разрезаем перец на полоски такие. И вот уже берем форму и выкладываем теперь, ну, просто в том порядке, в котором нам нравится, в котором нам хочется. Главное, чтобы вот оставлять такие кончики от наших овощей. Перец, клажаны, морковка. Сверху сыр. Это столовая ложка сыра. Вот такую формочку. Еще немножко. Вот это хорошо бы закрыть так, чтобы получилось дно вот этими небольшими кусочками овощей, которые всегда есть. Наверняка, когда мы обжариваем, и потом сверху прижимаем вот эти наши лепестки на тарелку нашей лепестки от помидоров. Так вот. Берем формочку. Берем вот эту. Переворачиваем. Красота. Поливаем курицем. Присыпаем тимьяном. Несколько капель оливкового мысла. И закуска готова. Грандиозно, правда? Жарим перепелок. Для этого разогреваем как следует сковороду. Сковорода должна быть очень-очень-очень горячая. Две столовые ложки оливкового масла. И добавляем сначала ножки, как я вам уже и сказала. Обжариваем, естественно, до золотистого цвета. Так, теперь немножко чеснока. Три зубчика прямо в кожуре, вот так вот. Раздавить плоской стороной ножа. От кожуры избавить. И прямо так целиком отправляем туда же к перепелкам. Есть. Ну вот, как только ножки стали золотистые, самое время отправлять сюда же, на сковороду, наши грудки. И вот теперь виноград. Шалфей. Три-четыре листика. Окей, виноград. Соль, перец. И белое вино. Ну вот и все. По-моему, замечательный обед получился. Прямо по горячим следам урока. А наши приключения и путешествия продолжаются. У нас будет еще один урок. Мы будем готовить чудесную итальянскую еду. Потом будет у нас обед с вином, с этой красивой, вкусной едой. А после этого мы поедем в город Пьензе. Пьензе знаменита тем, что там готовят сыры. Знаменитый Пикорино Ди Пьензе. Мы поедем в одно из хозяйств, в котором нас ждут. И там делают сыр. Но не только. Там делают и вино, и масло. Нас ждут радушные хозяева, которые покажут нам все этапы приготовления сыра. Покажут, как сыр удерживается. Мы будем дегустировать этот сыр. Сядем за большой стол, будем пить вино, разговаривать и строить планы на следующий день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова